Всем привет! Это урок Roblox Studio 0.6. Я сегодня расскажу про освещение Place. Это так называется в Roblox уровень. Вы можете делать много уровней, из которых будет состоять ваша игра. Так вот, освещение Place и про источники света. Чем они отличаются? У нас есть три вида источников света плюс освещение внешнее. Вот давайте с этого освещения начнем. Открываем окошечко Explorer. Проводник, значит, выбираем Lightning. И давайте вначале пройдем. Итак, освещение. Вот у нас есть Ambient. Освещение это оттенок внешнего освещения. Давайте попробуем. У нас сейчас видно, что был черный цвет. Если мы меняем на красный, то сразу видим эффект на экране. Давайте оставим для черной яркость. Яркость вот этого окружающего света. Ambient. Так, я не помню, что у нас там было по умолчанию. Ага, по-моему. По-моему, двушечкой была. Хорошо. Так, вот это вот интересный параметр. Color Shift Bottom. Ну, чтобы посмотреть, что эта штука будет делать, давайте посмотрим на наши комнаты снизу. Немножко. Так. Опять выбираем Lightning. И у нас сейчас используется черный цвет. Но мы можем снизу подсвечивать наши объекты. Видите, да? Немножко меняется оттенок. Здесь вот было хорошо видно. А, ну в принципе, да. Так, это снизу. А если менять сверху, то вот следующий параметр. Top. Примерно то же самое. И это применяется на все объекты в Place. Так, Global Shadows. Это отбрасывать тени или не отбрасывать тени. Вот, движок умеет рисовать тени автоматически. В зависимости от источников света в игре. Если мы убираем тени, то у нас все становится таким, не знаю, картонным. Так что тени это здорово. Ну и как бы сам цвет Ambient'а внешнего. Давайте посмотрим, попробуем, чтобы понять. Просто поменяем цвет. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, выбран серый. Выбран... Так, у меня его здесь нет, наверное. Да, я сейчас его... А, ну вот. Вернулся. 128, 128, 128. Это как бы серый цвет. Конкретно серый. Outlines, это делать обводку вокруг трехмерных моделей. Не знаю, здесь видно или нет. Сейчас давайте посмотрим. У меня по столбам было видно вообще-то. Сейчас попробуем. Так. Почти незаметно при этом освещение. Ну, ладно. Так, и технология для отбрасывания теней. Воксельная. Видите, как будто все состоит из таких квадратиков. Но так зато более естественные можно тени в реальном времени отбрасывать. Есть какая-то Legacy. Legacy, ну, это в начале, в старом Роблоксе такая использовалась. Можете, в принципе, использовать и такую вещь. Но я могу сказать, что сложные тени рисоваться не будут. Вот. А воксельные позволяют довольно четкие тени делать. Если, например, хотите, чтобы у вас от рук, от ног отбрасывались тени. Дальше идем по нашему свету. Очень интересная штука для нашего плейса. Это время. Вот эти две взаимосвязанные. Два параметра. ClockTime и TimeOfDay. Просто ClockTime очень легко из программы, из крипта вашего менять. Ну, давайте мы покручу вот этой вот ручкой. Это время дня. Солнце встает. Так, давайте посмотрим, где у нас там солнце. ClockTime. Как оно уходит? Луна выходит. Вот. Так что, видите, на самом деле... Все очень просто. Так. Ну и... Широта, долгота. Хотя тут у нас, наверное, только долгота. Так. Видите, вот я меняю, и мы видим какие-то эффекты, которые влияют на нашу Луну. Положение на небе. Так. Ну, имя. Имя поставляем по умолчанию. В принципе, вы вот таких... Можете несколько освещений настроить. Таких общих для вашего... Не общего. А... Например, у вас есть всего два режима в игре. Ночь и день. Вы можете настроить день. Прям назовете здесь день. Day. А настроите точно такое же. Другое время здесь укажете. Например, Night. И будете включать их с помощью... Так. Где у нас там? Enabled. Так. И зря я сказал. Здесь я не вижу. Это для обычных источников цвета. Можно включать, выключать. А здесь все время включено. Ну, неважно. Вы здесь можете сменить имя. Для глобального освещения. Так. Ну, Time. Время суток можно вводить прямо в обычном временном формате. Часы, минуты, секунды. Так. Коррекция экспозиции. Ну, давайте-ка мы сделаем день. День. Давайте посмотрим. Ну, это фотографический прием. Я не знаю. Вот. Ну, в принципе, видно, что можно... Можно его использовать. Но не для тумана. А для каких-то эффектов. Например, вашему герою прилетело хорошенько по голове. Так. Что здесь у нас? Ноль. Коррекция. Если ноль, то остается по умолчанию. Ну, здесь, если задержать курсор, написано, что если будет минус единица, то это значит в два раза меньше экспозиция. Вот. Если плюс единица, то значит еще в два раза увеличивается. Так. А вот очень интересный последний параметр. Ну, наконец-то. Я уже устал. Света. Потому что обычно вы его настраивать... Ну, редко будете настраивать. Или если настроите, потом копипастой можете переносить из своих проектов в проект. С уровня на уровень. Так. Это туман. Фок – это туман. Давайте посмотрим. Вот этот параметр. Фок энд. Это дистанция в стадах. Помните вот эти пупырышки? Как в лего. Вот у нас в стадах измеряются дистанции и размеры в роблоксе. Так вот. Дистанция, на которой полностью будет блокирована видимость. Давайте сделаем 100 стадов, чтобы нам блокировалась видимость. А вот старт – это означает, сколько стадов вы идеально видите. Еще без тумана. Например, стад у нас 1 метр. Ну, к примеру. Значит, если мы здесь напишем... Ну, давайте 10. В 10 метрах мы еще будем что-то видеть. Можно с этими числами поиграть, но лучше я запущу тест. И мы нашим героям уже увидим. Что получается, вот вблизи 10 стадов... Или 5, я задал, не помню. Все нормально, а дальше уже у нас все в тумане. Туман такой молочный. Можно сделать... Давайте сделаем не молочный. Давайте... Мы же делаем игру для 13+. Например. Делаем какой-нибудь кровавый туман. Так, ну и давайте, чтобы блокировалось все-таки не сотню, а... Ну, 200 пусть. И видимость пусть будет не 10, а 30. Вот. Вообще, конечно, туман войны, что вы не видите противников или видите слабо их силуэты. Я тут простужно и выздоравливаю, у меня голос потихоньку исчезает. Ну, надеюсь, голоса хватит. В общем, туман это здорово. Вы лучше сами поиграетесь и все это изучите. Давайте вернем туман на место. В смысле, вернем как было. Вообще, удалим этот туман. Видите, как избавляются от тумана? Фок энд просто очень большую дистанцию. Что туман где-то там за горизонтом. Поэтому на нас он не влияет. Итак, я здесь для вас собрал 3 комнаты и немножко более длинную комнату. Нужно было, наверное, еще длиннее. Ну, вы поймете, для чего. Так. И 3 источника света у меня будут. Это обычные детальки. Ничего еще, никаких свойств не задавал. Везде материал, пластик. Кстати, для света совершенно пластик, текстура, цвет детальки, на которые будет добавлен наш источник света, совершенно не играют роли. Поэтому хоть пластик, хоть не пластик. Ну, я предлагаю вам все-таки в начале... А, и форма. Форма вашей детали тоже совершенно не важна. Так, я предлагаю... Пусть у нас кубики остаются. Так попроще. И вам проще, может быть, будет понять. Давайте добавим теперь источники света в каждый из трех кубик. У нас всего 3 вида источника света. Я нажал здесь плюсик, а можно было правой кнопкой нажать. Вот смотрите, если правой кнопкой... Еще раз. Лампа. Я каждый квадратик, наш кубик, назвал лампа 1, лампа 2, лампа 3. Чтоб не путаться. Так. Нажимаем, допустим, лампа 1, правая кнопка, insert object. И здесь мы можем выбрать... Где у нас источники света? А, ну, Spotlight. А, они здесь еще и разбросаны. Поэтому давайте лучше плюсиком выбрали, нажали плюс и скроллим. И они будут объединены. Вот они. Point. В лампе 2 добавляем источник света Spotlight. И третьему добавляем источник света Surface Light. Вот этот Surface добавили в новом Roblox. В старом Roblox его не было. И я не мог отличить второй и третий типы. Ну, ладно. Первый. Мы пока не видим ничего интересного. Как будто источники света... Я их подключил, как будто они не светят. Ну, хотя что-то изменилось. Так. Вот я выбрал... Не буду их имена менять. У нас... Если я буду в конце урока программирования немножко добавлять, мы будем добираться к этим источникам света по названию их родителя. Ну, родители-то к чему они прикреплены? Мы прикрепили вот эти источники света к этим трем кубикам. Так. Ну, давайте начнем. Point. Point. Это сферический источник света, который из какой-то точки... Ну, точка находится в середине нашего любого родительского предмета. И она как сфера, как шар, она распространяется... Распространяет свет во все стороны. Так. Ну, вот я нажал здесь в Explorer на источник света. Теперь мы можем в Properties... Это окошечко Properties, с которым вы, конечно же, знакомы. Так. Ну, здесь мы можем задать цвет. Как вы понимаете, цвет деталей вообще не влияет никак. А вот это классная штучка Enabled. Это включено. Мы можем галочку нажать. Выключился. Ну, видно. Небольшое изменение на экране видно. Так. Включим. И давайте-ка яркость. Brightness. Увеличим. Хорошо. Ну, пусть будет яркий. Кстати, вот это такое квадратное свечение. Если у вас более дорогая плата... У меня здесь просто встроенная в ноутбук плата. Если у вас более дорогая, у вас будет более качественно. Так. Range. Shadows. Range это... Дистанция в стадах. Ну, как бы радиус действия. Докуда будет светить. А очень осторожно с этой штукой. Вот смотрите. Давайте, чтобы понять, я на второй этаж помещу нашу детальку. Так. Давайте опять ее свет выбираю. Да. Да. Это она. Range уменьшаю. Смотрите, как... Что-то нехорошее происходит. Почему первый этаж тоже освещается? А дело в том, что я Range увеличил. И у нас невидимый источник света, он как шар. Он проник через эту стену и начал светить вниз. Понятно? Вот если я даже сейчас подниму наш кубик вверх. Вот сейчас, ну, может быть, наверх он пробивается. Давайте Range уменьшим этого света источника. Вот. Все. На третий этаж не попадает и на первый не попадает. Вот. Дальше. Shadows. Ну, отбрасывать тени или не отбрасывать? Ну, я бы, конечно, бы... Если, смотрите, если это не критичный источник света, но он где-то как украшение, совершенно неважный, не ставим эти тени. Так будет игра быстрее работать. На медленных компьютерах, на медленных телефонах, смартфонах. Ну, и я буду ставить. Итак, смотрите, как опасно. Range увеличил. И у меня все засветилось. Ну, никуда не годится. Так, ну, потому что это примитивный источник света. Point Light. Так, Shadows. Ну, здесь имя его можно изменить. Ага, и все. Ну, про вот этот вот атрибут. Архивируемый или нет, это означает вот эти измененные значения для вашего... Для вашего объекта сохранять их или нет, когда вы выходите из игры. В общем, оставляйте все это по умолчанию. Мы про это потом отдельно совершенно поговорим. Это вообще вот это вот не важно. У всех объектов такая есть штука. Так, ладно. Давайте-ка сделаем поскромнее. Range. Например, троечку. И давайте попробуем его на потолок повесим. На потолок повесим первого этажа. И оставим его там. И перейдем уже... Кстати, у меня тут какие-то щели, видите, просвечивает. Ну, на самом деле, возможно, щелей особых нет. Просто у нас здесь такой допуск, движок совершает. Так. Давайте еще раз посмотрим range нашего этого. Ладно, пусть троечка. Мне кажется, тройка, он уже как раз добирается вот до этого второго этажа и начинает немножко здесь засвечивать. И давайте посмотрим еще... Я хотел посмотреть отсюда. Будут видны изменения, если я галочку Shadows ставлю или убираю. В принципе, я не вижу для этого источника света. Мне не нравится, что он на второй этаж немножко влияет. Вот я его, давайте, пониже чуть-чуть опущу. И поскорее уже перейду к следующему источнику света. Так. Давайте я сразу добавлю... А, уже добавлены, да? Давайте здесь я сразу... Тип у нас... Так, нет. Со Spotlight. Это вот стандартный старый источник света Spotlight. Это конусообразный. Ну, вот как вы фонариком, например, пошли. Куда-нибудь ночью с фонариком, в холодильник с заварением своим. Вот вы с фонариком идете, у вас он светит конусом. Ну, обычно. Хотя есть фонарики, знаете, которые как первого типа. Такая лампочка на ножке. Ну, ладно. Все правильно. Spotlight. Я должен сделать яркость, чтобы мы его видели. Он прям лучом будет бить. Вот. Яркость мы сделали. Дистанцию. Видите, как у нас конус этот бьет. Угол. Угол это конус. Насколько узкий. У нас был 90 градусов по умолчанию. Прямой угол. Давайте сделаем вот такой вот угол. Так, давайте теперь настроим аналогично Surface Light. Яркость на максимум я вроде бы делал. Угол. Ну, ладно, угол. Range пока увеличим. Сразу попытаемся разницу увидеть. Дело в том, что конус, источник света конус, начинается в центре, из точки. Из точки вот этого объекта. А здесь Surface Light. Здесь началом нашего света, источника, является поверхность. Эту поверхность, ну вот видно, что из этой поверхности исходит наш источник. Так что не из центра, а вот из этой поверхности. Так. Ну, давайте опять Spot Light посмотрим. С яркостью понятно цвет. Ну, понятно, что можете оттенки какие-то менять вашего цвета. Куда он повернут? Фейсинг. Он направлен в переднюю. У нас это передняя плоскость. Вот она передняя. Вот, значит, направление. Направление фронт. Отсюда, через переднюю плоскость. Ну, вы помните, отличие от другого света, что он идет из центра. Им совершенно, свету не важен этот объект, из которого он исходит. Он проходит его насквозь. Не важен материал и так далее. Хотя вы можете декоративно делать, например, стекло. Стеклянный. Так. Но это все равно на цвет, на источник света особо не повлияет. Не особо, а вообще никак не повлияет. Так, смотрим. Ага. Я должен выделить цвет. Итак. Значит, из передней, из фронт. Давайте из бэк, из задней. Он будет назад светить. Если, например, топ, он вверх начал светить. Давайте оставим фронт. Так. Рэнч. Ну, это понятно. В стадах дальность. Шадоуз. Отбрасывать или нет? Вот давайте-ка я его поверну. Сейчас. Посмотрим. Как у нас тоже. Ну, шедоуз. Видно, что что-то изменяется. Ага. Так. Еще дальность. Дальность слишком большая. Вот, наверное, как надо проверять. Вот я его вниз вперед. Ага. Вот. И теперь. С задней стенки теперь. Ну, вот не видно. В общем, рэнч пробивает. Пробивает. Эту стену. Вот. Вот сейчас не пробивает. Не пробивает. Так что осторожней. Если вы слишком большую дистанцию указываете, рэнч, то он будет игнорировать объекты, которые близко находятся. И через них будет просвечивать. Хотя в инструкции, ну, точнее, в документации я вот читал, что шедоуз, вот этот вот значок, это как раз игнорировать. А, давайте. Нет, здесь просто написано шедоуз. Отбрасывать тени или нет. Ладно. Так. Мы его помещаем на второй этаж. И давайте мы сделаем его цвет не из фронт, он должен bottom, а снизу идти. Так. Ближе к потолку его размещаем. Вот рэнч тоже. Так, а давайте, кстати, запущу, посмотрю, как он светит. Может, и яркость, конечно, слишком большую задал. Нет, смотрите. Не просвечивает. В редакторе, наверное, упрощенная модель. Так. А тогда давайте я вот это вот, то, что меня волновало, тени убираю, запускаю. Игру и смотрю. Черт, я кубик же не запустил. Ну, в любом случае. Да, сработало. Давайте. Якорем, анкором прикреплю. Чтоб не падал. Далее, этот источник тоже анкором прикрепил. Так, давайте еще раз запустим, еще раз проверим. Что я хочу вам показать. Особенности. Так, ребята. Меня этот источник на первом этаже убивает. Point Light. Давайте мы ему... Нет, ребята. Это не он меня убивает. Это как раз то безобразие и происходит. Сверху, если у меня не стоит галочка Shadows, он просвечивает насквозь. Ну, смотрите, Shadows сейчас сделаю. Это я сделал для второго. Для второго этажа. Видите, в спотлайке. Я поставил Shadows, чтобы отбрасывал тень источника. Видите, в редакторе это даже незаметно. Если вы не запускаете... Почему этот-то падает? Так. Давайте я его просто отключу. А, у него еще яркость очень большая. Так. Ну, ладно. В любом случае, он отключен. Это у нас... Судя по розовому цвету, это пробивает со второго этажа. Со второго этажа пробивает. А, рейндж. Огромный рейндж, ребята. Извините. Так. Ладно. До этого было симпатичнее. Так. Что еще тут интересно? Давайте. Теперь объясню, в чем разница Surface. Так как он светит не из точки конусом, а он светит конусом, но этот конус исходит из всей плоскости объекта. Поэтому такие вот вещи хороши для освещения больших длинных помещений. Например, вы сделали какой-то гараж и вместо того, чтобы размещать кучу источников света, вы можете, например, сделать потолок, нижнюю поверхность вашего потолка, можете сделать в виде Surface Light. Так. Ну, ладно. Со светом понятно. К сожалению, я не очень доволен картинкой, которая у меня в редакторе и в самой игре, что они так сильно отличаются. Так. А теперь давайте немножко программирования. Давайте начнем с Point Light. Вот с этого. Добавим в него скрипт. Надеюсь, а вот он скрипт. Так, скрипт. Hello World нам не нужно. Итак, Local Local L Давайте S L с единичкой, чтобы не путали. Local S равно Script Parent А у нас там идет лампа Ну, ладно, чтобы не путались. Итак, в S у нас сейчас находится Game . Workspace . Lamp 1 . Point Light А, мы сразу в Point Light добавили. Отлично. Так, ну и теперь цикл у нас будет бесконечный цикл. Давайте. Пока истина. Делай. Что мы будем делать? Мы будем делать сравнивать, получать случайное число. Так, возвращает от одного числа до другого. Можно было это не писать, но так легче будет. И если случайно число равно единице, тогда инвертируй. сейчас объясню, что это такое. S. Смотрим, что в нашей Point Light есть. У нас есть Enabled. S. Enabled присвоить нод S. Enabled и ждем, например, секунду 0,8 секунды. Ну, почти секунду ждем. Давайте запустим. По идее свет должен начать мигать внизу. Каждую секунду. Я этого не вижу. Что я с этим светом сделал? Ну, так, Point Light. Цвет сделаем. Уж такой мы точно заметим. Заметим. Ну, все работает отлично. А, ребят, вот еще что. Я же случайные числа добавил. Так что он не просто каждую секунду включается и выключается. Он еще в зависимости от того, выпало Орел или Решка, включается или выключается. Давайте упростим. Упростим скрипт нашего. Не нужно никаких нам случайных чисел. Случайные числа можно было бы добавить, чтобы, например, выбирать цвет. Мы можем вот этот цвет Color А давайте я каждый раз буду туда случайный цвет задавать. Нормально. Так. Случайное число убрал. Как взять? возьмем BrickColor. Надеюсь, можно его сюда. Color присвоить. BrickColor Random. Ну и все. И запускаем. Потом я этот же скрипт применю к другим нашим что я сделал неправильно. S-Color Color 3 Random наверное тоже у нас есть. Наверное, вот так лучше. Не знаю, чем BrickColor отличается. Ладно, ребят. Убираем эту ерунду цветом. И давайте теперь я попробую размножу этот простой скрипт. Он подойдет точнее вот так сделаем. Duplicate Duplicate и просто его перетащу и перетащу. Ну, где-то вы можете, конечно, изменить. Сделаем здесь 1 секунда. В этом свете сделаем 1.2 секунды, чтобы у нас не одновременно лампы, источники света моргали. И давайте посмотрим. И на этом, я думаю, что конец нашего урока. Ну, что, отлично. Вот у нас моргающий свет. Можно сделать, помните, как в заброшенных зданиях. Иногда помаргивает свет. Не только заброшенных, наверное, на вашей кухне тоже бывает такое. Теперь вы знаете, как это сделать с помощью нескольких строчек вашего скрипта. Ну, все. На этом урок закончен. 0.6 И следующий урок будет уже по программированию. Всем пока. Пишите пожелания, подписывайтесь, друзьям своим сообщайте, что вот есть такой канал, можно заказывать какие-то простые темы. мы делаем в том, что от простых тем будем переходить в более сложные.